Здравствуйте, туристы и милитаристы! Миру мир нет войне! Я на самом деле не разбираюсь в альпинизме от слова совсем, то есть какие-то общие понятия, общие какие-то моменты, я где-то что-то слышал, то есть это все идет из, скажем так, из какого-то общего образования моего, какого-то общей информированности. Но даже я знаю, что и альпинисты, и в принципе люди, которые себя заявляют как такие конкретные железные человеки, скажем так, то есть ведущие активный образ жизни и прочее, в общем, есть такая фишка подняться на Эверест, правильно? То есть как только ты поднимаешься на Эверест, очень много об этом снято передач, различных художественных фильмов, значит, ты становишься в каком-то смысле участником клуба именно таких вот самых-самых пропуканных, самых таких вот людей, который поднялся на Эверест, покорил Эверест. Безусловно, для этого требуются определенные физические кондиции, тренировки и так далее, просто так ничего не случается, плюс нужно потратить на снаряжение примерно стоимость двух Боингов и прочее, прочее. О чем сейчас разговор? Разговор очень простой о том, что, как вы знаете, вот когда человек поднимается на Эверест, весь там на баллонах на своих там супер каких-то там снаряжениях и прочее, прочее, помогают им шерпы. Потомки тибетцев, самые обычные, самые, как говорится, простые трудяги, которые, безусловно, у них тоже какое-то снаряжение, но для них это именно работа, а не желание там писюнами помериться, кому-то что-то доказать. Вот. И компания Fox Knives сделала вот такой нож, причем они сами задизайнили без каких-то коллабораций, посмотрите, как здесь все интересно со спусками отработано, и назвали его Шерпа Бушман. Длина 285 мм, длина клинка 140 мм, ширина клинка 49 мм, 5 см, но это имеется в виду вот в этом месте, вот здесь. Вот здесь вот у нас 49 мм. Толщина по обуху 5 мм, что, в принципе, неудивительно. Финиш клинка Blackwash, сталька Highspeed D2, 59,61 единица по шкале Роквелла, заявленная твердость. Рукоять холстяная, мекарта, монтаж Full Tank, вес 341 грамм, ножны, кожа, и весит, говорю, и стоит это все на ламни 174 евро. На самом деле нож очень любопытный, очень интересный, здесь много что напридумывали. Давайте разбираться. Первый момент. Ножны для нас, мы видели уже такие итальянские ножны, как видите, с одной стороны, как бы все по дедушкиным технологиям, выглядит все как сбруя на коне Д'Артаньяна, и все очень так олдскульно, кожано и так далее. Как бы да, но с другой стороны, я понимаю, я вижу уже своим, как говорится, набитым взглядом, что все это совершенно спокойно у нас совместимо с Молли. То есть здесь именно шаг вот этой вот, грубо говоря, расстояние между стропами, расстояние между вот этими петельками, оно позволяет нам закрепить как горизонтально, так и вертикально этот нож на Молли-системе. На самом деле такие хитрожопые, хитрожопые создатели. Почему? Потому что с одной стороны все это выглядит очень-очень так олдскульно и действительно понравится адептам вот этих вот традиционных каких-то ножен, традиционных каких-то кожаных ценностей, скажем так. Но как только надо, все это совершенно спокойно можно закрепить на снаряжении, на Моллях и все это будет прекрасно выглядеть. Следующий момент приятный, это то, что у нас есть вот такая вот петелька свободного вертикального подвеса и петелька эта она у нас отстекивается. Причем кнопки очень плотные, случайный какой-то вот здесь вот случайное раскрытие этой петли абсолютно исключено, потому что кнопки очень плотные. Но это дает нам возможность чего? Правильно. Если у меня, например, я просто вот у меня ремень, если, предположим, у меня какой-то даже, тем более, если у меня какой-то там тактический ремень с какими-то навешанными там вокруг там вещами, там неважно, там оружие не оружие, какое-то снаряжение, какие-то инструменты и так далее, я выхожу из леса, я все время так говорю, ты выходишь из леса, тебе не нужно там рассупониваться, все это дело расстегивать. Нет, ты просто снял спокойно, кинул нож в рюкзак, все, вышел в цивилизацию, никого не пугаешь, никого не напрягаешь. То есть в этом смысле, конечно, очень все удачно сделано, как видите, здесь вот у нас фокс, все красиво, причем есть возможность привязывать также к, сейчас я отойду подальше, также есть возможность привязывать именно к бедру, чтобы нож не болтался, нафиг не нужно, точно никогда этого не делайте. Это вот, ну, совершенно-совершенно ненужный момент. Следующий момент, это то, что если у нас открыт клапан, нож все равно сидит в ножнах плотно. Конечно, если его трясти, он через какое-то время вывалится, но, по крайней мере, если у вас клапан раскроется случайно, что вы, скорее всего, услышите, потому что на клапане тоже очень плотно стоит здесь кнопочка, если случайно у вас раскроется этот клапан, то вы просто-напросто сразу нож не потеряете. То есть, через какое-то время у вас есть возможность это все заметить. Так, смотрим дальше. А дальше что? Во-первых, выбор стали. И тут самый, как говорится, удар под дых. Почему? Потому что, вы знаете, я очень сильно люблю стальку D2. Это действительно одна из моих самых любимых стали с точки зрения именно того, что она невероятно злющая в работе по деревяшкам. И при этом она, конечно же, цветет. И здесь именно момент такой, что Fox Nails нам намекают, что, ребята, это рабочий инструмент. И если даже где-то вы просто прощелкаете момент, если вы где-то зевнете, и где-нибудь на спусках или еще что-то, по сути, здесь как бы окей. А, кстати говоря, еще один прикол этого ножа, то есть то, что здесь с коробки, с завода, то есть если вы зайдете, например, на Ламню и посмотрите на фотографию, кончик затерт изначально специально. То есть он такой потертый, именно идет как бы вот дизайново, в оригинале, скажем так. Вот. И получается, что у вас нож, фулл танк, разборный, все дела, но у вас нож именно из D2. А принято как бы говорить, что, ну, D2 это такая сталь, которая для природы, это же за ней же следить нужно, чтобы она не ржавела и прочее. Но вы получаете шикарный инструмент, вы получаете инструмент, который у вас будет строгать, и даже если он подсветет, ничего страшного, это всего лишь инструмент, правильно? Ну, это мое такое мнение. Потому что я, на самом деле, я очень люблю D2, прямо я топлю себя за эту сталь. Очень интересное решение, конечно, во-первых, вот с этим чойлом. Почему? Потому что я могу сказать по себе. Рукоять здесь, рукоять здесь, она действительно такая прямо хорошая. То есть здесь немного, немало. Здесь вот ровно под мою руку средний, молоточный хват я беру. Четко закрывается у меня рука вот таким вот образом, именно в рукояти. За счет вот этих вот упоров ярко выраженных. Плюс, как вы видите, здесь у нас есть куча разных отверстий для того, чтобы можно было наплести там себе какой-то эфес, там, все что угодно. Сделать из него копье, там, какие угодно манипуляции можно делать с ним. Вот. То есть вот все вот эти вот отверстия, как правило, они не просто так, не зря, как говорится, высверливаются. И получается, что молоточный хват здесь очень классный. И сразу же хочется порубить, потому что действительно нож очень такой прямо увесистый. И он прямо, прямо вот просится в какие-то такие, прямо вот, безумства. Какой-то батонинг, какие-то такие вещи. Обратный хват, вот вам, пожалуйста. Тоже совершенно конкретный, совершенно мощный. И диагональный он есть. И вот весь прикол в том, что как раз-таки подчоил, лично мои пальцы, например, они именно удобно вот таким вот образом брать. То есть, если мне нужно какую-то тоненькую стружечку снять, вот именно вот так вот под углом, или где-то что-то там подоткнуть, то да, то да. Если я начинаю брать вот как-то вот так, здесь чой под этот, под этот, вот, под такие вот всякие варианты не рассчитан. Он рассчитан именно на то, что у вас палец пойдет немножко под углом. Вот таким вот образом. И тогда, тогда да, тогда все красиво. И поэтому основной, как бы, мой вопрос к этому ножу, к сожалению, я не смогу его сейчас потестировать. Может быть, я в какой-то момент там потестирую его при других обстоятельствах. Это то, что если я строгаю, вот таким вот образом беру. Во-первых, у меня здесь край уходит в палец. Я понимаю, что если я сожму дальше, у меня сейчас кровушка капнет. И мне нужны, в принципе, перчатки здесь. Если я строгаю вот таким вот образом, далековато. Прямо, скажем, далековато. Крутить будет. Я вижу будущее, я просто это понимаю. То есть здесь этот момент мне представляется лично спорным. Потому что, вы знаете, я люблю, чтобы у меня... Прошу прощения. Я люблю, чтобы у меня указательный палец буквально висел над режущей кромкой. Здесь такого не получится. И вот если я беру оригинальным молоточным хватом, вот здесь вот у меня идет применение, грубо говоря, вот сам по себе строгательный процесс идет, у меня рука в любом случае начнет крутиться. Это, я не знаю, недоработка, это недосмотр. Это просто вот особенность данного ножа. Потому что, кстати говоря, история канала Архадыр, она нам говорит о том, что бывают ножи, которые по своей именно геометрии, они должны крутить просто дико, и в любом случае подкручивают, но и в любом случае строгают очень хорошо. То есть были такие, были такие примеры. Так, безусловно, очень красиво отработали вот это вот лисье глазки, чисто внешне, это классно. Дальше. Дальше у нас идет фишка какая? Здесь у нас именно что... Типа как бы сканди, а здесь сверху как бы высокие прямые спуски. То есть здесь вот видите переход, разные спуски. Скорее всего, это именно расчет на то, что у нас получается, если мы делаем какую-то готовку, какую-то нарезку, продукты там, непродукты и так далее, то у нас, в принципе, работа получается именно вот этим сектором. Вот так вот он у нас ездит по доске, и получается как бы нарезка именно. Если нам нужно строгануть, то тут уже идут в полный, как говорится, рост скандии, и почему бы и нет. Хвостовик вот таким вот образом выступает. То есть, в принципе, я не знаю, насколько его как молоток используют, но в любом случае что-то там стукнуть, расколоть запросто можно, не опасаясь за руку. Отверстие для темляка, и мне немножко вообще вот это вот решение напоминает мне АК, фиксированное АК от Cold Steel. Вот. То есть, в общем и целом, на самом деле нож очень интересный. Он действительно самобытный по своей геометрии, по своим вот этим всем приколам. Я могу очень сильно похвалить, конечно же, рукоять. Рукоять здесь прямо удобная. Она вот прямо вот чувствует, что прямо вот мое, прям размер вот как надо, прямо вот влипает. С точки зрения, повторюсь, вот этих вот, кстати говоря, здесь у нас еще насечка есть. Я не рассказал о ней. Вот она, вот она, ребята, видно. И когда мы берем вот таким вот образом нож, у нас просто палец прямо, он впивается в эту насечку, вернее, насечка впивается в палец, и здесь какое-то движение пальца исключено от слова совсем, абсолютно. То есть, это действительно получается очень так интересно. В общем и целом, перед нами такой именно супервыживальщицкий, навороченный в своей вот этой вот философии нож. Его действительно здесь, я понимаю, что эти отверстия не зря его планируются использовать там и как наконечник копья и так далее, и так далее. Еще один момент, кстати говоря, с этим крюком связан, что вот так вот именно подрубить, зацепляясь, то есть себе увеличивая именно вот рычаг, можно только в случае, если у вас какие-то веточки совсем несерьезные. Почему? Потому что если вы начнете рубить, это опять же я могу, я говорю по своему опыту именно из тестов, если вы начинаете таким гуськом перекладывать руку вот так вот и рубить что-то действительно долгое, толстое, мощное, вы себе набьете просто в пальцы, просто мрачно. Поэтому если будете рубить, то или под диагональным вот таким вот хватом, или молоточным, и уже тогда просто дубасить. Может это не очень эффективно, но зато и безболезненно получается. В общем, вот такая вот штукенция. Очень-очень прикольный на самом деле получился у Фоксов нож. Спасибо за просмотр, всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok